Всем привет дорогие друзья, с вами МОЖД и мы находимся в ARK Survival Evolved. И недавно, буквально вчера вечером, я познакомился с новой картой ARK, я совершенно про неё не знал. И встречайте, Кристальные Острова. Почему я резко решил перейти сюда, да потому что сервак открылся совсем недавно, а именно сам сервер называется Audio Project X5 PvPVe No Rules и открыт он был 22 мая. То есть игровых дней прошло всего лишь 58. И я решил в принципе раз карта для меня такая новая, почему бы попробовать и развиваться, и поиграть. Заодно и как бы узнаю, что к чему, ибо карта центр, гвейхалай и прочие я уже как бы их знаю, а тут что-то совершенно новое. И когда я ознакомился с картой подробнее, я был в шоке от того, что здесь есть. В связи с новой картой, ребята, я скорее всего буду ввести небольшой набор в Трайп до 5 человек, а может быть где-то до 7 человек, посмотрим как пойдёт. И я надеюсь, что вместе с вами мы сможем тут неплохо разжиться и обследовать всю карту целиком. И познаем все её секретики. Сам сервер представляет из себя PvPVe контент, а именно, карта же классная, а есть игроки, которые любят PvE. Только PvE и боятся слипся на рейдинг. Они могут в группе оставить заявку, и их сделают как PvE Трайп, и они смогут спокойно развиваться дальше. А PvP игроки смогут тут спокойненько, как я понял, воевать друг с другом, и доминировать, властвовать и уничтожать. Ещё одной отличительной особенностью сервера является то, что местные вина весьма сильнее, чем стандартные, и это весьма представляет небольшую угрозу даже для опытных игроков. Ну и более подробная информация, конечно же, указана в группе, потому что я лишь прочитал самое основное и решил ребят с вами её поделиться. В данный момент карта очень активно разрабатывается и постоянно меняется. То есть картинка вот стоит стандартная, в отличие от самой карты, однако очень частые апдейты постепенно всё меняют и её заселяют животными, текстурами. Всё это, в общем, растёт и увеличивается. Плюсы карты, как минимум, в том, что она имеет огромное количество биомов в себе. То есть вы можете видеть тропики, холмы, саванна, пустыни, болота и много чего весёлого. Ещё это я покажу чуть-чуть попозже. А теперь давайте внимательно просто посмотрим на биомы, какие тут есть. В первую очередь мне понравилось, что тут находятся сразу животные и выжимки, и стандартные животные. По поводу биомов. Это пустынный биом, который вы сразу можете заметить. Ну блин, карта здесь безумно красивая, ребята, посмотрите вот на это. Ещё один небольшой биомчик, связан с тропиками. В чём ещё фишка карты, это то, что по всей карте разбросаны кристаллы. Их можно формить обычной кирпой, и после этого можно выкармливать вот таких вот виверн. Они по размеру меньше, чем сами по себе виверны, но их можно кормить первое рукой. Второе, они пассивны, но могут вас укусить, если вы их троните. Всего на карте обитает 4 вида уникальных виверн. И самое интересное, что это не мод. Это именно фишка данной карты. 4 различные виверны с своими анимациями, которые вы можете себе затомить уже на 25 уровне и выше. По объёму карта превышает центр. Я думаю, вы можете это видеть сейчас. Вот тропики, пустыня. Там что-то уже неинтересненькое, что мы посмотрим скоро. И вот там снежный биом. То есть по габаритам карта весьма и весьма колоссальная. Ну что, огненное болото, если я сейчас успею вам его показать. Очень красивое. А хоть и виверной леталости вы могли увидеть. В общем, очень красивая тут растительность. А вот и самый интересный биом. Самый тёпный, фурашный. Здесь обитают удивительные животные, которые имеют костюмы скелетов. Насколько я видел. Зомба-виверна, если или дудо-виверна, ребята. Ну и плюс, насколько я правильно понял, тут обитают бронто, рексы, гиганты, аптеры. Которые имеют, ну да, костюм скелетов. Это тоже является фишкой карты. Их можно всех томить. И возить к себе на базу. А вот, собственно, и тушканчик, ребята. Какой красавец. Но самое забавное, это то, что здесь не нужно просить админа что-то себе призвать, купить и так далее. Просто можно зарегистрироваться через Steam в магазине, покупать товар. И вам будут выдаваться через консольную команду. Всё очень просто и легко. По поводу ночи. Ночь здесь весьма дольше, чем стандартная ночь. Что делает игру более хардкорной. Вместе с очень опасными динозавриками. Которые вас, в принципе, очень легко убивают. Ну что ж, я думаю, что я всё уже самое основное рассказал. Дождёмся теперь утра. И начнём уже, наконец-то, выживание, ребята. А уже после комментариев поставьте плюс в чат, если вы хотите присоединиться к Трайпу. И уже потом мы с вами всё это обговорим. И, возможно, мы будем выживать с вами вместе. Если, конечно же, вы этого хотите. Ну что ж, ждём утра. Ну что, вот наступило, наконец-таки, долгожданное утро. Это эти верны, которые, как я узнал, томятся легко, но они слабее нормальных верн. Поэтому есть и будет к чему стремиться. Я зашёл на магазин и купил себе потерчика. Потому что он как раз стоит стоимость, которую даётся каждому новичку. И это, в принципе, довольно-таки простенькое. Поэтому нужно прописать как-то, по-моему, шоп. Вот. И GIF. Птер это седло. И стартовый инструмент. Всё, что я купил. То есть я пишу. GIF 1. И у меня мой Птер, правильно? Да. Он вместе с седлом. Вот. Идеально. И также... GIF 2. И получил стартовый набор. Хорошо. Всё, ребята. Сейчас я поищу точку поближайшую. И там мы уже будем с вами строиться. Я всего лишь залетел вверх, и я уже в шоке от этих красот. Пустыня, тропики. Ну, скорее всего, буду строиться где-то на смешном пространстве, чтобы у меня были и Виверна под рукой, и основные ресурсики. Поэтому давайте где-нибудь вон там мы тоже посмотрим. Есть ли какое-то подходящее место или нет. Где-то вот тут для начала я хочу построить свой первый домик. Недалеко от воды имеются трайки, птеры и куча виверн с черепашками, да? Ну, почему нет, тогда будем строиться где-то, вот, здесь построим первый дом, а дальше уже будем двигаться по мере прохождения. Начали. Здрасте. Я надеюсь, они меня не убьют. Они что-то сильные всё-таки. Ну-ка, давай. Сейчас вот такидаю вам. Да, нормально, нормально. Это ж мой, это ж с конпи обычная. Что с ним взять-то? Так, осталось всего лишь волокно, и в принципе, небольшой дом уже будет готов. Так, ну что ж, в принципе, я более-менее дабил тут. Парочка минут потребовалось. И уже никакой-никакой домик готов. Сейчас мне доделаются мои 70 стрел, и уже можно будет идти на охоту, подкачиваться и томить первых животных. Кстати говоря, у меня 25 уровень, а это значит, что уже можно томить вивер, насколько я помню, если я нигде не ошибся. Зачем я сделал лук, конечно, если у меня был арбалет? Тоже нелогично, ну ладно. Начнём мы с тебя, чтобы ты был нашим добытчиком ягод. Почему нет? А, всё, готов. Хорошо, теперь осталось забыть всего лишь ягодки. Хоп, 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 и готово. Давай, кушай скорее. Набирайся сил, маленький трайк. Хух, ну вот, трайк притомился, и готов. Какой-никакой скромненький домик. Для начала вполне ничего. Осталось сдамить его в камень, здесь кроватка, есть уже ящички. Кстати говоря, я узнал, что можно добывать Энглер гель, то есть гель у гильщика из обычных грибов, которые... А, вот, везде тут спавнятся, вот они, синькие, вот те вот грибочки. В отеме время я себе апнул уже 35-й уровень, почти что. И сейчас пойду добывать кристаллы, чтобы попытаться приручить виверну. Погнали. Самое забавное, потом не потерять свой дом, потому что карта, как бы тут маркера нет, карта по карте понять пока сложно, тут же GPS. Поэтому будем крайне-крайне осторожны. Он уже, хотя виднеется, первый кристалл, я чуть-чуть попармил сразу, заодно и посмотрим дальше, чтобы рефайн и пюр, да. То есть нужно бегать именно по кристаллам, и тут много, и тут очень много кристаллам. Получается, свинюшки бегают. Так, эти не добываются, то есть есть разные кристаллы, что ли. Попробуем собрать красненькие, может быть, с них что-то другое будет более интересное. И выпадет ли вообще. Ну, мне кажется, да, они весьма весьма огромные. Во, да. Face it it. В общем, да, все четыре. Raug, кристаллы. В общем, все, все, все стали в него падать, да. Это очень хорошо, значит, и уйдите, вот эти вот кожи надуги что-либо. Так, нормально все. Вот, да, все спокойненько добывается. Вот, пусканичек. Я бы хотела, что заставил, вот пусканичек. Где он? Ага. В смысле, когда будем ягодок, и вырву его. Здорово, пусканичек. Здорово. Давай, донбой. Ух, тут и анкилы бегают на склонах. Весьма, весьма. Давай, кушай. А вот и готов, пушканчик. Давайте назовем его Боря. Вот, пушкан Боря, отлично. И пойдем добудем еще парочку кристальчиков. Интересно, я найду ли я реально свой дом или нет. Ну, наверное, должен, там много виверн, там ходили бронда. И что-то было еще. Хорошо, я думаю, нам этого хватит более-менее. хотя... здесь красники. Давайте красники тоже мы заберем. И уже полетим к дому. Надеюсь, что я что-то найду. Это где-то в... еще... Вон он мой дом. Хорошо, вон он, вон он домик мой. И там же, в принципе, я найду все остальное. Криверн, и посмотрим, как много нужно кристаллов в самом плане. Какие кристаллы для какой виверн нам пригодятся. у меня есть 62 таких, ничего себе. Это тебе, на. И соль. У меня есть такие, 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 да? Вот сюда вот. Ну, погнали томить. Ну, привет, ты какая у нас? Ты тропическая. Опа-на, я могу ее покормить. Я мог ее накормить. Так, стой, 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 сколько? 6% да, с этого? А можно ли этим накормить ее? Так, тропическая синяя, когда запомни, 25 уровень. Можно ли как-то ей работать разные кристаллы, разный процентаж у нее идет? Не знаю. Но она весьма такая бойкая. Хорошо. Можно уже, Ждите, пока проголодается. Так, ну мы запомнили, сколько? 6,8% Пока побегаем за ней. Пусть меня басает из себя на крыло. Можно? Спасибо. В общем, будем ждать. Собственно, касса кристалла подразделяется на 4 составляющие. Каждый из них по-своему питателен для виверны. То есть, тех, которых у меня больше всего, они самые выгодные для нее такие невкусные, поэтому так мало процентов. И сейчас попробуем дать ей другой кристаллик, посмотрим, как же долго она будет томиться, блин, если она еще проголодается, конечно же. Ничего необычного, просто виверны меня схватило в лампу. Примерно. И я летаю на ней. Забавный баг, она такая красивая, блин. Эх. Наконец-то. Вот. 23%. Уже неплохо. В 4 раза больше, примерно, чем было до этого. Это меня уже более-менее радует. Ну ладно-то, дождемся, пока она тут у нас проголодается и откормим ее, конечно же. Вот с них я собирал гелевдильщика, да, вот. Вот на гелевдильщик добнулся. Но пока надо сделать Костерецкий уже и пожарить мясо, потому что я как бомж и ем сырое. О, три кусочка и самое то. Все тоже есть. Мы слегка добавим дерево. И самое главное, что мы должны сегодня уже сдамить реверок. А то один птером я не вытащу все это. Так, давай. Опа. Погнали. Эх. Прям офигенно уютная атмосфера. Еще эти звуки птичек такие классные, как секвойки на центре, например. Очень приятно. Очень. Может быть, сейчас-то проголодалось все же нет. О, хорошо. 46%. Еще пару укусиков и готово. И еще один. Сколько там осталось? Господи, пусти меня. Еще капельку. Так, она решила сама вернуться. Тебе понравилось, да? Давай, я еще раз покушаю. Давай, давай, давай. еще два укусика. Всего лишь два укуса. Какая же ты красивая. Я тебя затомлю. Опа. И еще один укусик. Наверное, нам ей вот этот кристалличек. Давай. Ребята, все лишь одно нажатие кнопки и чуть-чуть времени отделяет нас от чего-то нового. Чего я никогда не пробовал. Не томил варк. Это так круто, блин. Хоть она эта виверная слабее, чем мертвая виверная, дуновая виверная или обычная виверная, но это же интересно, что она умеет ее анимация. С чего это же надо начать. Давай, 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 голодай скорее. Проголодайся, пожалуйста. Я же не так много прошу. Давай. Вы приручили, тропическую кристальную виверну. Так, по размеру она так же кусается, да, крыльями, и может что делать? Я должен это проверить на таком-нибудь. Как скорость нельзя, очень мало здоровья, среднего веса и урон стандартный. Плюс есть молочко, не говоря, можно томить или убивать, и молокольсник будет добываться легко. Ну ладно, проверка. Ага, типа огня, да, все это работает. так и второй раз я не могу уже ее куда-либо огнем его. нужно откат, нужно ждать примерно некоторое время. Хорошо. И фрайк готов. Ну, в принципе, это бы и стоило ожидать, что если бы эти верные не были бы очень сильные, то это было бы как минимум странно, что на раннем этапе ты добиваешься верную, она суперсильная. Но они быстрые, на ней можно неплохо карту поразведывать, я думаю, этим мы и займемся в следующей серии, друзья. Ну, а пока что, если вам понравилось данное видео, то, конечно, ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на свой канал и на публик контакте. У нас с вами был Можен, и всем пока, друзья, жду ваших сообщений по поводу Трайба. Пока-пока.